Я хочу спросить вас о фильме «Бендюжники. Король». Там был у вас замечательный дуэт. Я очень много лет прожив в Одессе, могу сказать, вот то, что вы делали с Карцевым, это просто в десятку вы попали. И очень жалко, что нет этому никакого продолжения. То есть вот сегодня, когда есть антреприза, и можно было бы что-то сделать, как-то вы не продолжаете это. Вы знаете, мы еще бы немножечко и продолжили, вот еще чуть-чуть. Мы почти сделали спектакль с романом, и мы долго шли друг к другу. И Жванецкий нам писал всякие небольшие такие истории, смешные довольно-таки. И у нас с Ромой почему-то все время не получалось. И, к сожалению, так и не получилось в результате, но, может быть, еще и получится. И потом нам Трушкин, знаете такого, да, Леонид Трушкин? Леонид Режиссер, да? Да, да. Он предложил нам не так давно, может быть, год назад. Мы начали репетировать с ним пьесу, американскую, отвратительную пьесу. Там все начинается с того, что они похоронили он, жену, я, мужа. И вот у нас начинаются с ним романы, как мы страдаем по этому поводу, без конца кладбища, кладбище. Сама пьеса, она вот, она не настоящая, вот она какая-то лживая вся. Ну, все равно это был повод нам сойтись с Ромой. Ну, мы месяца три, честно, отходили на репетиции, страшно уставшие, но мы хотели это довести до конца, я знала, Роме было очень трудно. Ну, Рома не драматический актер, он не понимает, как это не смотреть в зал, и как это не разговаривать с людьми со сцены. А это, ну, для нас это тоже невозможно, да, вот так вот разговаривать. У нас есть партнеры, у нас жизнь идет вот здесь, вот у нас четыре стены. Вот, и Рома мучился сначала, потом привык, он тоже очень хотел, чтобы у нас с ним это получилось. Он, кстати, извините, у нас очень хвалит всегда. Я его тоже, я его обожаю, он уникальный актер, уникальный человек. Вот, и дошло дело уже почти до премьеры, и вдруг вот Леонид, уж не помню, как там его отчество, я не хочу его по отчеству даже называть, ходит-ходит по залу, Роман говорит, вы знаете, вы мне мешаете, не ходите там, пожалуйста. А он ходил, потому что он уже не выносил нас, оказывается, с Романом. Он еще говорит, что как бы мы больше не приходили бы на репетиции. Там проходит какое-то время, я не пытаюсь выяснить, чем дело, но у меня истерика, конечно, была приличная, когда мы ехали с Ромой с такого поражения. После таких я кричала, просто я у меня была, я думала, я с собой не справлюсь, просто думала. Это очень тяжелое наказание для артиста, когда тебя снимают с роли, не объяснив причину. Причина, может, одна, ты плохо играешь, плохо репетируешь, ты не устраиваешь режиссера. Ну, учитывая то, что режиссер позвонил мне и говорил, Танька, давай, Танька, я тебя так люблю, Танька, давай. Вот ты один паровоз, два паровоза вывезла, я у него сыграла там же, тогда же, и Вишневый сад. Я очень любила эти спектакли. Хорошие были спектакли. Давай, 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 я тебя так люблю, ты меня не брось, ты меня не брось. Я говорю, да нет, нет, конечно, не брось, конечно, сделаем, сделаем. В результате вот мне предложили Роме уйти. Вот мы едем в этой машине, в Роминой. Я кричу, он молчит, тоже чуть ли не плачет. Ну, мужчины иначе это переживают. А вот. А потом я через некоторое время узнаю, что он приспокойно выпускает этот спектакль с Хазановым и с Чуриковой. Я не сделала этот спектакль, я не видела. Вот. Ну, как-то комментировать это я даже не берусь. Я ничего не поняла, что случилось. Я Роме позвонила, я говорю, Ром, а давай все равно сделаем. Там столько нашего пота и крови за эти три месяца мы оставили уже. Мы уже можем с тобой это играть. Давай все равно будем играть. Он не захотел, но он был прав. Не надо было это уже делать. Кому мы будем доказывать, что мы тоже это можем? Мы и так это можем. Продолжение следует...